Программа предназначена для аудитории от 16 лет. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Приглашаем в школу бильярда детей и взрослых. Индивидуальное и групповое занятие бильярдным спортом. Культ поход. А вот культ поход подоспел на 101.0. Добрый день, приветствуем вас, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Сегодня, как обычно, будет много призов разыгранным. Будем задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать. Когда позвоните на 211-101 и в случае правильных ответов получите тот приз, который захотите. Мы обычно помогаем, подсказываем. Особо не зверстываем в этом отношении. Да, вопросы у нас, как правило, имеют ответы. Спасибо нашему партнеру, бильярдному клубу «Бест». Это 9 столов американского пула, 6 столов русского бильярда. Единственный в городе снукерный стол. К вашим услугам европейская и японская кухня, ежедневные скидки и акции. Клуб «Бест» — это школа бильярда для детей и взрослых, между прочим. А также индивидуальные и групповые занятия. Хотите провести корпоративный турнир по бильярду? «Бест» организует его на высшем уровне. Адрес клуба «Лепси» 4-2, телефон 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест» — прекрасное место как для романтических свиданий, так и для дружеских общин. Играть мы будем чуть позже, но сначала поговорим с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Прохор Протасов, дирижер Вятского симфонического оркестра, композитор. Прохор, добрый день. Добрый день. И Андрей Сандалов, художественный руководитель Вятской филармонии. Добрый день. Добрый день. Сразу же обозначим две темы, на которые мы сегодня будем с вами разговаривать. Во-первых, с Прохором хочется побеседовать о том концерте, который состоится уже послезавтра, 19 февраля. В филармонии называется проект «Городок в Табакерке». Все верно. Да, все верно. Это уникальный абсолютно проект. Впервые у нас в Кирове будет такой концерт, где помимо симфонического оркестра, помимо чтеца, будет использована песочная анимация. Это, я думаю, должно быть интересно. Песочная анимация. То есть специалист рисует эти картины. Да, и это все проецируется в сопровождении симфонического оркестра. А человек, который будет исполнять партию песчаных картинок, он будет играть по нотам или импровизировать? Ну нет, конечно, импровизировать. То есть это будет импровизация. Два человека будут? Вот как. Интересно. То есть такого не было. Как рождалась идея именно такого мероприятия? Ну вообще идея сделать в таком формате сказку была достаточно давно, уже где-то год. Надо сказать о том, что сказок в таком формате, когда чтец и симфонический оркестр вообще не так много написано специально. Ну можно вспомнить Петю и Волка, Прокофьева. Первое, что приходит на ум. Да, но и практически все. Все остальное собираются из различных произведений, написанных не специально для этого. И был выбор, какой сюжет взять в основу. Я долго думал, но потом вспомнил, что когда-то в детстве у меня была книжка, изданная у нас на Вятке, «Городок табакерки» Адоевского. И подумал, что же может быть более близкого к музыкальному искусству, чем сказка о музыкальной шкатурке. О музыкальной шкатурке, да. И, собственно, вы начали работу. Конечно, да. Над материалом. Да. Как долго это продолжалось? Ну где-то около полугода. Сидели, писали, записывали. Да. Что вложили вы в эти вещи? Какие эмоции? Ну, во-первых, музыка... Охраекторизовать в целом. Музыка для детей, я думаю, что должна в первую очередь иллюстрировать сюжет, который происходит. Да, то есть там очень много музыки как бы из шкатулки из этого. Соответственно, используются ударные инструменты, колокольчики, колокола. Это с одной стороны. С другой стороны, музыка должна быть понятной. Поэтому я специально не пытался использовать каких-то таких сложных приемов современных. Музыка легкая. То есть классического такого плана музыка более. Да, да. Музыка легкая, понятная и интересная. Вы непосредственно будете дирижировать? Да, конечно. Оркестром. Да. Возраст детей, которых вы приглашаете? Возраст от трех лет. То есть три плюс? Да. И до бесконечности? Ну да, конечно. То есть если придет взрослый, человек ему скучно не будет? Я думаю, что нет. Повод вспомнить какие-то свои детские ощущения, переживания? Вообще все читали, я ее тоже помню прекрасно. В конце концов, это просто интересно посмотреть, как эта сказка оживает в анимации, да еще и с музыкой живой. А читать что будет? А читать будет Елена Романовна Преснецова, наш бессменный ведущий и чтец. На продолжительность этого действия? Около часа. Около часа. Активно уже билеты покупаются? Ну, в общем, да, практически весь зал продан. Это первый у вас, первый такой опыт написания данного? В смысле на сказку? Да, на сказку. Да, первый. В случае удачного, так сказать, удачной реализации, будете ли еще продолжать какие-то еще мысли уже возможно сейчас? В случае удачной, конечно, да, но говорить о каких-то конкретных сюжетах еще пока рано. Ну, в общем-то, до 19-го осталось не так и много времени, так что скоро все станет ясно, да? Да. Послезавтра, 19-го, городок в Табакерке, во сколько начало? В 12 часов. В 12 часов, ровно в полдень. Андрей, вы как-то знакомы уже с творческим процессом, как этот концерт готовится? Вы слышали, смотрели? Добрый день еще раз, вы же знаете, слушатели. Да, безусловно, конечно, все это мы делаем в тесном сотрудничестве, содружестве и волнуемся, безусловно. Потому что, как вот правильно здесь было замечено, проект подобного рода, он впервые в репертуарном графике филармонии. Мы очень надеемся, что это вызовет отклик и, скажем так, горячий отклик у слушателей, и в том числе, в первую очередь, у наших маленьких слушателей. Потому что, действительно, это очень интересно, это очень интересно и ново. Детские концерты у нас проходят постоянно, в том числе, серия абонементных концертов Вятского симфонического оркестра. Но вот именно музыка с песочной анимацией и, в данном случае, музыка, написанная моим коллегам специально для этого спектакля, все это, вот что называется, все эти обстоятельства в данном случае объединились как-то в один момент. И мы очень надеемся, что, еще раз повторюсь, это понравится нашим слушателям, потому что это, на мой взгляд, и, скажем так, на взгляд коллег моих по филармонии, тех, кто принимает участие вообще в осуществлении данного проекта, это очень интересно и, еще раз повторюсь, и ново. Будет в перспективе на постоянной основе этот спектакль? Пока я не могу об этом сказать. Премьера покажет, как я понял, это такая тройная премьера, здесь всего очень много нового сразу, поэтому надо, видимо... Еще нужно сказать о том, что перед началом, собственно, этого действия будет бесплатный мастер-класс уже по рисованию песком для всех желающих. Фойе где-то, да? Фойе, да. Перед входом? Да, за полчаса до начала. То есть надо приходить не к 12, а приходить надо к половине 12, чтобы можно было еще немножко поучиться рисовать песком? Да, если есть такое желание, конечно. А непосредственно кто будет работать с песком уже в зале в момент? Кто исполнит партию песка? Те же люди, да, что и будут проводить мастер-класс, это студия «Песочный сон». А, то есть несколько человек, да, сразу же будут рисовать? Это два человека. Два человека будут рисовать. В четыре руки. Ну, наверное, быстрее получается. Хорошо. До небольшой паузы, я думаю, что мы еще с Андреем Сандалом успеем поговорить о его теме, с которой он пришел сюда, когда в студию, это «Вятская весна», которая тоже не за горами, в общем-то, в филармонии. Пятого марта мы открываем уже давно традиционный международный музыкальный фестиваль «Вятская весна». Открываем концертом Вятского симфонического оркестра, дирижером Куева является мой коллега, сидящий рядом. В фестивале, вот, ну, буквально два слова о проекте нынче, порядка 15 концертов разножанровых, то есть, как мы говорим, люди с различными музыкальными вкусами могут выбрать для себя понравившихся, интересных. Концерты, интересные проекты, и посетить их. Открываем 5 марта мы концертом, как я уже сказал, оркестра, где прозвучит музыка величайшего австрийского композитора Вольфганка Амадея Моцарта. В обоих отделениях концерта будет звучать бессмертная музыка Моцарта в первом отделении овертюра «Копери свадьбы Фигара» и 20-й концерт для фортепиано с оркестром композитора. В качестве солиста выступит главный дирижер симфонического оркестра Константин Александрович Маслюк. Вообще, в последнее время очень модная, на самом деле, форма играть и дирижировать одновременно. А во втором отделении прозвучит реквием Моцарта. У нас в гостях впервые в Кирове, опять-таки, будет хор Московского государственного университета имени Ломоносова. Да, при МГУ есть хор. При МГУ есть хор. Более того, он еще к нам приедет. Хочу подчеркнуть, что хор состоит из студентов, преподавателей, профессоров. То есть, как учащийся, так и преподавательский состав. Все эти люди не занимаются профессионально этим. То есть, это, как мы говорим, самодеятельность. Но, тем не менее, на высочайшем уровне коллективы от России очень известен. Любительский коллектив, скажем так, самодеятельность. Да, совершенно верно. В России коллектив очень известен. И вот нам удалось сейчас на открытии Вятской весны пригласить этот коллектив для выступления в сопровождении Вятского симфонического оркестра. Это все будет 5 марта. 5 марта. Напомним, в нашей Вятской филармонии. Сейчас сделаем небольшую паузу и затем уже озвучим тот список призов, которые у нас сегодня есть. Начнем задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Продолжается «Культ поход». Программа, напомню, о том, как интересно со вкусом провести свое свободное время, посетить концерт, выставку, театр и так далее. Давайте, Николай, озвучим тот список призов, которые у нас сегодня есть, и будем уже начинать задать вопросы. Вот так начал театр, выставка. А я начну с сертификата на 1000 рублей в салон мужской одежды «Рамсей». Потому что посещение любого культурного мероприятия, выставки, концерты и спектакли, про которые ты говорила, не просто немыслим, без соответствующего костюма. Да и в повседневной жизни, на работе, деловых встречах время заставляет выглядеть достойно. В салоне мужской одежды «Рамсей» в ЦУМе на втором этаже вы всегда сможете освежить свой гардероб по приятным ценам. Опытные продавцы-консультанты помогут примерить на себя новый образ, поэкспериментировать со стилем. А милые дамы найдут там качественные стильные подарки. Кстати, дамы 23 февраля уже не за горами найдут качественные стильные подарки для своих мужчин. Стильный галстук или ремень, и ваш мужчина будет счастлив. Приглашаем за новым салоном, за новым образом в салон «Рамсей» ЦУМ на второй этаж. Сертификат на 1000 рублей в данный салон мужской одежды. Напомню, еще у нас сегодня есть сертификат на 1000 рублей от нашего непосредственного партнера. Это бильярный клуб «Бест». А еще у нас есть пригласительный билет на одного человека на первый в Кирове фестиваль психологических коучинговых игр. Он пройдет в это воскресенье в кафе 17.97 с 10 до 6 вечера. Кстати, вкусный обед включен в стоимость билета. Если вы помните, мы ровно неделю назад с организаторами данного мероприятия беседовали в нашей студии. Что у нас еще есть? У нас еще есть театр на Спасской, а именно пригласительный билет на два лица на спектакль «Два веронца». Состоится спектакль завтра, 18 февраля, в 6 часов вечера. У нас есть билеты в драматический театр. Сегодня, 17 февраля, в 18.30 будет «Золушка», а завтра, в 18.00 будут «Темные аллеи». Если хотите, то можете пойти в «Киномакс». Как обычно, у нас пригласительный билет на две персоны на любой фильм и на любой сеанс. Кроме того, у нас есть пригласительный билет в выставочный зал на липних на 71. Там заканчивается ювелирная выставка «Каменная сказка», но пока еще работают украшения, сувениры, талисманы. Ну и, конечно же, книжки у нас сегодня в культпоходе присутствуют. Несколько слов. Две книги мы сегодня решили разыграть. Во-первых, это Ирина Ширяева. «Флакон с двойным дном» называется это издание. «Умопомрачительное путешествие во времени. Гений Серебряного века и чистая любовь, разделенная столетием». Вот такой экземпляр интересный. Сейчас держу в руках. И, опять же, прекрасный подарок 23 февраля. Просто завидую. Это Кирлоса Карлоса Сунье. «Борода». Это первый в мире гид по бородатому движению. Смешная, полезная книга. Самый мужском и самым мужественным атрибуте. Это действительно книга, но вот ее содержание, тут много все-таки картинок, так попросту говоря. А это сейчас как бы в тренде? Виды бород. Что означает, Алина? Вот смотрю, стиль бороды. Борода под козленка. Слушай, ни одного борода, а нет, есть. Среди гостей есть один бородатый. Владимир, какая у него борода? Борода? У кого борода? У Прохора. У Прохора. Ну, обычная борода. А там есть его борода? Нет, книжка достаточно объемная. Так долго придется искать. На книжке такая любопытная суперобложка просто имеется. Вот видите, тут человек с бородой. Я гостям показываю нашим. А если суперобложку убрать, то получается человек без бороды. Вот такое вот интересное решение. Очень хорошая, красивая книга. Это правда приносит подарок. Эти и другие книжки вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская улица 65, торговый центр Театро и Ленина 103А, торговый центр Крым. Кроме того, у нас есть еще два пригласительных билета на два лица в Краевический музей. Там у нас проходит выставка «Уникальная советская военнопленная в Норвегии» в главном здании на Спасской 6. И там же проходит выставка «И вечная природа красота». Ну и призы от наших гостей. Прохор, Андрей, расскажите, что вы сегодня принесли нам. Что вы разыграете? Непосредственно на город в Табакерке, да, мы сегодня? Разыгрываются билеты пригласительные на два лица на городок в Табакерке и на открытие фестиваля «Вятская весна» на 5 марта. Соответственно, тоже один пригласительный на две персоны. На две персоны, да. Ну что, Прохор, вам начинать играть. Задавайте вопрос. Задавайте ваш вопрос. 211-101. Внимание, уважаемые слушатели, мы начинаем. Вопрос такой. Вот у меня, как у дирижера симфонического оркестра, есть помощники. То есть управлять оркестром достаточно тяжело без людей, которые, так сказать, транслируют мои указания в группу. В группе струнных инструментов это первая скрипка. Скажем, в группе флейт это первая флейта. А вот среди ударных инструментов, как исполнитель на каком инструменте, будет концертмейстером, то есть главным в этой группе музыкантов. То есть кто главный среди барабанщиков в симфоническом оркестре? Подождите, барабанщики имеются в виду? Или там перкуссия тоже входит в ударные инструменты? Все, все входит. Там и треугольник есть такой красивый, всякие трещоточки, прочего. Там много всего. 211-101. Позвоните. Выскажите свое предположение, или, может быть, вы знаете точно, кого можно назвать первым среди ударных инструментов в симфоническом оркестре, то есть главным помощником дирижера. На чем он играет, да? Да. На чем он играет, исполнитель на каком инструменте? По-моему, кто-то уже знает даже. Наверняка знает. Слушаем вас, алло. Предположить. Как вас зовут, добрый день. Николай. Николай. Я так думаю, это человек, который с большими такими блюзами делается. С большими чем? Ну, не блюз, а вот как такие диски большие. Диски большие? А, имеется в виду тарелка, наверное. Тарелка? Да, большие тарелки. Тарелочник. Да, но это предположение, но оно, к сожалению, неправильное. Нет, пока не угадали. Тарелки вычеркиваем из списка. Николай. Может быть, у вас есть какое-то другое предположение, Николай? Ну, я тогда думаю, тот, который сидит непосредственно за барабанами. То есть малый барабанщик, скажем так. Да. Человек, который исполняет партию малого барабана. И тоже неправильный. И исполнитель на этом инструменте, как правило, тоже сидит, но это не малый барабан. Николай, ну, увы, как-то уже совесть не позволяет дать вам третью попытку. Мы ждем еще звонков 211-101. Напомните еще раз вопрос, Прохор. Кто в группе ударных инструментов является концертмейстером? То есть главным среди барабанщиков в симфоническом оркестре. А сколько их там вообще? Людей, задействованных на ударных инструментах? Я могу просто дать варианты, если хотите. Давайте варианты. Или без вариантов. Пока без вариантов еще есть звонок. Давайте попробуем. Слушаем вас, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Да, Михаил. Ваш предполож. Предположу, что это человек на бочке или с барабаном, как-то так. Самый большой барабан, в общем, имеется в виду. Это близко, но, к сожалению, тоже неверно. То есть есть еще большой предмет такой, да? Несколько больших предметов. Вы их имеете в виду, наверное. Я дам варианты. Есть большой барабан, да? Есть там-там. Например, это такой гонг. Да-да, гонг. Да, по-русски сказать можно. Есть литавры. Есть тарелки, треугольники. Тарелки, может быть, которые... Да, колокола, колокольчики. Михаил. Михаил, попробуйте еще. Ну, давайте еще один шанс. Не так много осталось вариантов. Ну, тогда... Ну, неужели на треугольнике? Нет. Нет. Вам же сказали, что вы уже близко, когда вы сказали про большой барабан. То есть надо искать... Про большой барабан. Нет, вы близко. То есть надо что-то, наверное, большое искать. Я правильно понял, Прохор? Несколько больших барабанов, скажем так. Ну, это как бы барабанами их можно назвать, да? Это такие котлы, которые сверху обтянуты кожей. Да-да-да. И причем, в отличие от барабанов... Котлы сверху обтянуты. У них определенный высота звука. Ну, Михаил? Котлы? Набор больших барабанов. Нет, котлы, котлы. Котлы такие. У них специальное название. Есть, так же, выражение. Бить в эти котлы, это значит праздновать победу. Котлы, обтянутые кожей. Не знаю, к сожалению. Ну, хорошо. Тогда будем приглашать следующего. Следующий, да. Осталось немного варантов. Остался колокольчик, литавры. И остались у нас эти... Бу-бу-бу-бу-бу-букатлих. Вот как раз они. Нет, как раз их я уже, кажется, назвал. Да. 10-11-101. Серьезный вопрос. Сложный, я имею в виду. То есть остался у нас колокольчик, треугольник и литавры. Вот что у нас осталось. Вот так вот. Вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Это Роман. Да, Роман. Ну, давайте. Рискну. Это литавры. Верно. Литавры. Это на самом деле литавры. Да, это набор таких котлов с определенной высотой звуки. Ну, давайте, Роман, выбирайте, что вы хотите в подарок. Что бы вы хотели. Да вы знаете, вот тут про женщин все говорили. Тоже хочется себя поврадовать 23 февраля и ходить с новым ремнем. Ясно. В общем, вы выбираете сертификат на 2000 рублей в салон мужской одежды Рамса. Ага. Отлично. Отлично. Поздравляем вас. Вам редактор объяснит, как получить ваш приз. Ах, время-то бежит. Андрей, вам задавай следующий вопрос. Нашим слушателям. Коля, сейчас мы разговариваем о симфоническом оркестре. Я задам очень легкий вопрос. Ну, как сейчас здесь было озвучено, в оркестре есть разные группы инструментов. Деревянные духовые, медные духовые, ударные, струнно-смычковые. Вопрос следующий. Какой из инструментов струнно-смычковой группы является самым большим по размеру? Проще говоря, самый большой инструмент струнный, на котором играет с помощью смычка. Так? В симфоническом оркестре. В симфоническом оркестре. Самый большой. 211-101. Вариантов здесь немного, кстати. С четвертого раза обязательно кто-нибудь угадает. Если знать количество, собственно, вы уже подсказали. Но вариант скрипку мы уже убираем. Это все-таки... Это воля слушателя. Может быть, кому-то скрипка кажется такой большой. Самый большой струнно-смычковый инструмент в симфоническом оркестре. Ждем ваших звонков 211-101. Тяжело играть на этом инструменте? Кому как. Он ведь большой, он тяжелый. Кстати, не только в симфоническом оркестре он используется. Знаешь, в джазовой музыке один из главных инструментов. Ну, безусловно. Только там его чаще не смычком пользуют, а как-то. А щипковым. А вообще, уважаемые слушатели, мы уже все сказали практически. Вам осталось позвонить и дать ответ. А кто-то позвонил уже. Здравствуйте. Добрый день. Как зовут вас? Мария. Да. Я думаю, что это Виллианчель. 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 Вот знаете, есть еще больше Мария. Вот подумайте. К сожалению, Мария, это неверный ответ. Да, подумайте, а вот что еще больше, чем Виллианчель? Арфа нет, да. Не арфа там без смычков. Да, она с смычком не играет на арфе. Пока, по крайней мере. Это не очень похоже. Вот Виллианчель, только еще больше. Увы, Мария, мы еще ждем звонков 211-101. Стоя играет, да, человек, на этом инструменте. Стоя, Лидия, либо сидя на специальном стуле. На высоком. Да, на высоком стуле. Понятно, он не маленький довольно-таки. Большой корпус такой. Вот. Еще у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Мне кажется, это контрабарь. Совершенно верно, Олег. Совершенно верно, спасибо. Олег, что выбираете? У нас еще масса просто призов. Если можно, Бильярдный клуб «Бест». Бильярдный клуб «Бест». Пожалуйста. Не кладите трубку. Редактор вам объяснит, как его получить. Реклама, да, у нас сейчас будет. Скоро продолжим розыгрыш призов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. За культурными новостями вместе с нами следит Бильярдный клуб «Бест». Культпоход. Напомню, что в «Культпоходе» мы сегодня беседим с Прохором Протасовым. Это дирижер Вятского симфонического оркестра, композитор и Андрей Сандалов, художественный руководитель Вятской филармонии. Во-первых, мы приглашаем вас на сказочный концерт, который состоится послезавтра, 19 февраля в 12.00. Это «Городок в Табакерке». Музыка, написанная специально для этого спектакля. Прохором пригласительный вы сегодня принесли на двоих персон на данный концерт. Ну и еще «Вятская весна», простите, да, у нас концерт, который будет 5 марта. Николаю сейчас предстоит задать вопрос, он будет музыкальный, да, как обычно? У меня вопрос музыкальный, как всегда, связанный с рок-н-роллом, потому что музыка моей юности, да, и моего настоящего. Нет, рок-н-ролл, он до сих пор существует вроде. Никуда не делся, да. Володь, ты все время там задал вопрос про всякие примочки для гитар, да, всякие приспособления, все. А я вот сегодня решил вспомнить гитаристов, которые придумали, минуя электронику, там, свои интересные способы исполнения на этих инструментах, да, именно в рок-музыке. Нестандартные. Да, причем все эти гитаристы, мало того, что они придумали вот эти способы, один из них даже запатентовал его, вот, они еще сочинили по такому известному очень риффу, которые вошли, так сказать, в золотой фонд рок-музыки. И начну я с Джимми Пейджа, был такой гитарист Джимми Пейджа, есть до сих пор, слава богу, жив. Вот, он известен как раз тем, что он запатентовал способ игры на электронической гитаре с помощью скрипичного смычка. К сожалению, те фрагменты, где он эту технику использует, они довольно-таки странные в звучании, я их приводить не буду, поэтому мы сегодня дадим в эфире очень знаменитую вещь его, очень известный рифф, который до сих пор очень часто исполняем, и в том числе как заставка для рекламы и для передач, и эта песенка «Много-много любви». Давайте послушаем. Вот, как я уже сказал, песня называется «Много-много любви» или «Целая уйма любви». Вот в одной энциклопедии вообще её перевели как «Любовь полной лотты». Такое название, труднопереводимое на русский язык. Но дело в том, что хотя любовь в этом песне понятие неисчислимое, в тексте, тем не менее, приводится единица измерения этой самой любви. И вот я вам предлагаю угадать, в чём же авторы этой песни меряют свою любовь. И три варианта единицы. Первая в квадратных километрах, вторая в аршинах, и третья в дюймах. Вот тот, кто ответит, тот получит приз. 211-101. Звоните. Квадратные километры, аршины, либо дюймы. В чём меряют любовь группа Ледзепплин и Джимми Пейдж? Высказывайте своё предположение. С вариантами обычно проще это бывает. Сделать, найти правильный вариант. Ну, если вы поклонник ещё творчества данного коллектива, то... Ну, это, кстати, не самый известный факт в его жизни. То есть на английском там эта фраза присутствует, да? Конечно, безусловно. Вот эти единицы там присутствуют. У нас есть человек, который позвонил. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как зовут вас? Николай. Николай. А, вы звонили недавно, да? Попытка ещё раз. Точно, точно. Да-да-да. Ну, давайте. Я предположу, что это сегодня Кит Джимм, а песня англоязычная. Совершенно верно. Да, там есть такая фраза. I gonna give you every inch of my love. Но когда эту песню попросили исполнить на закрытии Пекинской Олимпиады, то этот куплет попросили не исполнять. На всякий случай. Вы совершенно правильно сказали, да. Совершенно право. Я готов отдать тебе каждый дюйм своей любви, поёт. И теперь у вас прекрасная возможность есть выбрать тот приз, который вы хотите. Кино на выходных, можно сказать? Киномакс, то есть вы имеете в виду. Да, конечно. Пригласительный билет на двоих, на любой фильм или любой сеанс. Поздравляем вас. Вот, наконец, вы победили. С меня вопрос, да? Обычно я отталкиваюсь от конкретной даты. Вот сегодня, например, 17 февраля. Знаете, какой в мире день отмечается? Андрей Прохоров, вы знаете? Какой? Спонтанного проявления добра. Во-во. Доброты. Да-да-да. День спонтанного проявления доброты. Абсолютно верно. Я когда узнал об этом, мне сразу... Захачалось спонтанно проявить доброту? Мне сразу же вспомнилась эта замечательная песня. Она сейчас прозвучит, фрагмент её прозвучит. Ну, а ваша задача, слушатели, дать ответ на вопрос, собственно, где она прозвучала и где она звучит. Хорошо бродить по свету С карамелькой за щекою А ещё одну для друга Взять в кармашек про запас Потому что, потому что Всем нужнее и дороже Всем доверчивее и строже В этом мире доброта Армен Джигарханян там, да, В этом мире доброта Подпевает. Где звучит данное произведение? Ну, мультфильм это, мультфильм. Позвоните, скажите, как он называется. 201 из 101. У нас ещё масса призов. У нас билеты в драмтеатр ещё есть. И книжки у нас есть. И у нас уже есть телефонный звонок, между прочим, по спонтанному проявлению доброты. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Джигархан у нас в гостях. Да, да. Ну, называйте... Ну, это «Приключение фунтика» мультик. «Приключение фунтика», да. Всё верно. Ровно 30 лет назад, кстати, был создан данный мультфильм. Что выбираете? Куда хотите пойти? А вот можно уточнить про коучинг. Что вот это такое? Ну, это там психологические игры будут. Если у вас есть какие-то проблемы, то вам помогут их разрешить. А как говорят психологи, проблемы есть у всех абсолютно, Андрей. Они у вас есть. И вам помогут их разрешить. А, я так понимаю, в каком-то кафе это, да, будет? Да, кафе 1797. Там ещё накормят вас, если пойдёте. А какого часа? Это будет в воскресенье, то есть послезавтра. С 10 утра. Ага. Вот. Ну, давайте их, наверное. Хорошо. Договорились. Андрей выбирает вкусный обед. Не кладите... Ну, с психологическими играми, да. Не кладите трубку, да. Прохор, есть ещё у вас вопрос? Есть вопрос, да. Давайте дальше. А вот с жизнью Моцарта связана такая легенда. Может быть, это, конечно, и произошло на самом деле, да. Но, во всяком случае, его отец в одном из писем об этом упоминает. В возрасте 14 лет он попал в Сикстинскую капеллу. И попал как раз на Страстной неделе. И там исполнялось произведение Мизерера. Это 50-й псалом на музыку композитора Аллегри. Это произведение считалось достоянием Папы Римского лично. И поэтому ноты хранились в строжайшем секрете. И вот я дам три варианта того, что сделал Моцарт. Нужно будет выбрать правильный. Первый вариант. Пробрался, библиотеку выкрал. Вариант номер два. А списал у хористов. И вариант номер три. Просто записал, слушая музыку. Хотя это считалось невозможным. Слушает и тут же записывает это. На нотном стане, да, соответственно. Интересный вопрос. 211-101. У нас очень немного времени остается. А призов-то еще очень даже приличный. Я очень быстро отвечаю на вопросы. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Александр. Александр, отвечайте. Записал, слушая музыку. Конечно. Это можно было просто догадаться. Потому что вопрос про Моцарта, да? Да. Разложил тут же буквально. Да. Поздравляем вас. Что вы выбираете? Два веронца. Два веронца. Отлично. Это театр на Спасской. 18 февраля. Завтра в 18.00. Не кладите трубку. Наш редактор объяснит, куда за билетом подойти. Андрей, ваша очередь задавать вопрос. Давайте вспомним об опере. Вообще об оперном творчестве. Ну, оперы пишутся на различные сюжеты. Это сказки. Это какие-то, может быть, литературные и иные источники. Вот у меня вопрос, на самом деле, тоже очень-очень простой. И каким словом называется содержание оперы, основанное на литературном источнике? То есть, собственно, на основе чего создается опера, да? Музыка за счет чего создается? На основе чего? Ну, можно сказать так. Можно сказать так. Если я правильно понял ваш вопрос, тогда это вот как бы литературный источник. Содержание оперы, оно не всегда досконально повторяет литературный источник. Там есть определенные изменения. Может быть, купюры, может быть, что-то еще, да? Но вот именно это содержание, которое уже на выходе, на основании, ну, на чем пишется опера, на основе чего, да? Оно называется конкретно определенным словом. И сейчас на слушателе это слово. Да, да, это итальянское происходит. На слушателе уже готов сказать, что это за слово. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Савелий. Мне кажется, это либрация. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Какой приз вы выберете? Там сертификат какой-то еще оставался. Нет, не осталось у нас сертификата. Сертификаты кончились. Да, и в Салонской одежде, и в Бест у нас закончились. Есть книжки, есть вот драматический театр «Золушка», «Темная аллея», есть ювелирная выставка «Каменная сказка», есть книжки про бороду и не про бороду. А еще можете пойти на городок в Табакерке послезавтра, если у вас есть дети, или на «Вятской весне» 5 марта. Давайте, если можно, в выставочный зал. В выставочный зал на Карла Липтнеста, 71, ювелирная выставка «Каменная сказка». Отлично. Николай. Ну, я снова про гитариста. На вас стрелка наша виртуальная. А этот молодой человек с мячком, конечно, не играл. Вот сейчас просто фрагмент его произведения мы исполним, чтобы было... Послушаем, вернее. Да, послушаем, да. Вот один из самых знаменитых тоже риффов английского рока. Автор его, его зовут Элвин Ли, группа называлась «Tenges After». И вот этот товарищ тоже изобрел свой своеобразный способ игры на гитаре. Дело в том, что у него правая рука не всегда успевала за левой, потому что он был очень быстро играющий парень и до самой смерти таковым оставался, пока еще... Правая рука не успевала за левой? Да, да, да. То есть левая у него была очень быстрая, а правая была чуть-чуть помедленнее. Поэтому, чтобы пальчиками-то не мельтешить и плектором не выдумывать, он изобрел свой способ игры на гитаре для таких моментов. Значит, и у меня вопрос такой, что он для этого использовал? Три варианта ответа. Он использовал где-то деревянную ложку, он использовал где-то барабанную палочку, или он доставал с команды ручку Паркера и использовал ее. Вот тот, кто ответит, тот получит на следующий приз. Но сейчас, видимо, так никто уже не играет. Нет, этот способ остался. Тоже запатентован. Нет, он не запатентованный способ, он вполне понятный такой, нормальный. Итак, как решил этот музыкант, проблему, рассинхронизацию рук? Рассинхронизацию своих рук. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый. Как вас зовут? Алина. Алина. Ну что же он делал? Можешь посмотреть? Он доставал деревянную ложку, играл деревянной ложкой, он доставал барабанную палочку, играл ею, либо он доставал с кармана ручку Паркера и играл ею. Правой рукой. Ну? Паркер. Так. Я, честно говоря, не уверен, что у меня в кармане была такая ручка. Давайте попробуем еще вариант. Давайте еще вам дадим вариант. Значит, барабанная палочка. Совершенно верно. Что еще может быть в группе по соседству? Он брал барабанную палочку, играл ею, я посмотрел. У барабанщика? Посмотрел, кстати, великолепно все звучало. Как у него это получалось, я до сих пор не понимаю. К сожалению, в 2013 году он уже скончался, но записи остались. Ну что ж, вы угадали, хоть и со второго раза. Какой вы хотите приз получить? Спасибо. Если можно, открытие фестиваль. Открытие 5 марта. Да. Вятской весны. Отлично. Отлично. Не кладите трубочку. Вам редактор объяснит, как этот билет получит. Буквально несколько секунд, у нас минута остается до конца. Городок в Табакерке, к сожалению, никто не выбрал. Но еще раз все-таки давайте, Прохор, пригласим. Послезавтра в филармонию. Послезавтра состоится уникальное событие, будет исполнено сочинение, специально написанное на сюжет Адоевского городок Табакерке для детей, для их родителей с песочной анимацией и симфоническим оркестром. Билет, соответственно, можно в кассе филармонии в настоящее время перебрести. Но Андрей Сандалов, худрук филармонии, сегодня выполнил свою миссию, видимо. Пригласительный, который был принесен на начало Вятской весны, он разыгран. Но и несмотря на это, вы все равно приглашаете. Большое спасибо всем за внимание. С удовольствием имеючусь пригласить вас на оба мероприятия, о которых сегодня мы говорили. Что касается городка Афтабакерки, еще раз хочу подчеркнуть, события уникальные впервые в Кирове. Приходите, не пожалеете. Спасибо. За этом завершается программа Культпоход. В следующую пятницу, надо сразу сказать, мы планируем Культпоход, несмотря на то, что будут выходные дни. Мы думаем, что мы в эфир выйдем, поэтому ждем вас у радиоприемников. Я не прощаюсь, вернусь в программе «Сделанные ветки» через несколько минут. Ну а Николай Гуликов говорит до свидания на сегодня. До свидания на сегодня.